Федор, мы рады приветствовать вас в редакции, в России, поскольку вы же у нас последние полгода провели на нашей ближней даче большинство многих наших граждан. В каком вы сейчас статусе? Еще о Турции поговорим, что у вас, где вы тренируетесь, каково ваше будущее, планы? Вот об этом, пожалуйста. Ну, сейчас я свободный агент, и вот буквально три дня назад я начал готовиться сам. Надеюсь, что с кем-нибудь получится договориться и потренироваться, потому что все равно индивидуально это одно, а с командой, ну, нужно приводить себя в порядок. Я две недели отдохнул, потому что нужно было. И сейчас продолжаю готовиться. Начало вашей подготовки совпало со свадьбой со Слана Джанаева, там, видимо, и начали готовиться. Да, я был на свадьбе, мы с супругой были приглашены, съездили, увидели много ребят, с которыми раньше играли. Дима Торбинский, Саша Павленко, Саша Прудников. Многие ребята были, которые сейчас играют, виделись с тренерским штабом Ростова, и были, наверное, такая ностальгия была по тому времени, и поговорили немного все вместе, и игроки, и тренерский штаб. Поэтому, ну, было интересно очень. Правда, мы недолго были, так как нужно было ехать домой к детям, и супруга расстроилась, что пропустила руки вверх. Но Леонида Агутина, она застала. И Леонида Агутина тоже пропустила, но больше расстроилась из-за руки вверх. Возникает вопрос, а кого же вы застали из исполнителя? Алексей, Алексей Чумаков. Да? Да. Так, и все? И все, да. Потом мы уехали. Ну, то есть, а по какому исполнителю больше расстроились вы? Я? Да. Мне, в принципе, я ровно отношусь к этому, ко всему, поэтому я ни по кому не расстроился. Памятны ваши слова в одном из интервью, что вы были поражены, что в 17 лет Александр Прудников знал весь шансон. Да. 17 лет, ну, будем считать, 17 лет сверимся с паспортом, но ничего. Ваш любимый, вот в этом плане, представим, что у вас есть возможность, ну, не знаю, за свои деньги или нет, но вот, чтобы исполнитель приехал и провел концерт для вас. Для меня? Да. Нет. И для вашей семьи? Для моей супруги, для, там, детей я еще могу, но вот все зависит от того, что им нравится и кто им нравится. А вы, в общем? Я для себя ни за что, я не могу. Мне тяжело вообще для себя что-то, именно для себя покупать, какие-то, там, подарки делать, я не могу. Вот внутри у меня, как это правильно сказать? Жаба душит. Для себя. Вот серьезно. Для семьи, там, для близких друзей, для родителей, родственников, все что угодно. Для себя не могу. Ну, то есть, у вас есть какой-то внутренний лимит и больше пяти тысяч рублей вы для себя не тратите? Ну, примерно, да. Федор, все-таки про музыку хочу спросить. Обилие татуировок, вот, скажем, на теле Федора Смолова свидетельствует его о широком знакомстве с всякого рода рэперами, да? Как у вас в этом плане обстоят дела? Ну, у меня в основном все связано с семьей. Даже вот здесь фото супруги, ну, с добавлением каких-то элементов, чтобы не все узнавали. А так, только семейные. Но это болезнь. Сделал одну и все, и заболел. Ничего себе. А вот я смотрю, на некоторых мужчинах иногда у них татуировка и на лбу. Вы можете представить, что у вас будет татуировка на лбу? Нет. Я знаю и на деснах делают, и на языке, но нет. Для меня это дикость. Вообще, я уже в этом плане поостыл. То есть, если что-то делаю, то вот последнюю ходил два года. Думал, нужно, не нужно, а потом все-таки к этому пришел. Понял. Да. А с тезкой и тоже любителем татуировок Смоловым вы как-то, ну, хвалитесь, обсуждаете, а вот у меня такая, у меня такая. В сборной когда? Нет. Никогда это не обсуждали и не обсуждаем, потому что, на мой взгляд, татуировка – это сугубо личное, и я в первую очередь делаю это для себя. Не для того, чтобы, там, я не знаю, кому-то понравиться или что-то еще. Ну, для меня какой-то… какие-то есть свои мысли по этому поводу, предпочтения, и я это оставляю при себе, в себе. Я вернусь к футбольной составляющей, ну, еще будем перескакивать по вопросам. Ну, вызывает удивление, почему до сих пор вы не подписали контракт с какой-либо российской командой. Я правильно понимаю, что это некие особенности российского рынка, потому что на вас сейчас нельзя ничего заработать. Вы свободный агент. Ну, то есть, заработать можете только вы. Ну, это нюансы, которые… Вот, честно, я не вникаю в них, и мне тяжело ответить на этот вопрос, потому что это, наверное, функционеры, люди, посредники, которые помогают с заключением контракта. Наверное, это их тема, в которую я не лезу. Может быть, это связано с возрастом, так как у нас в России с осторожностью берут возрастных игроков. Например, если сравнить с той же Турцией, то там спокойно к этому относятся, и прежде всего смотрят на спортивную составляющую, а потом уже в паспорт, на возраст. Там люди дольше играют возрастные. То есть, это можно сравнить с Италией. Помните, когда тоже очень много возрастных игроков играли на высоком уровне, да и сейчас. Особенно в обороне. В обороне, да-да-да. А сейчас взять Квалириал, лучший бомбардир чемпионат. Поэтому здесь особенности российского чемпионата и все. Можно ли сказать, что у вас сейчас есть какой-то уже вариант, который вы обсуждаете? Потому что сообщается в телеграм-каналах, в прессе об интересе «Зенита» и «Спатака». На самом деле нет. И то, что обсуждается и говорится, я узнаю от знакомых, от друзей. Так как я вообще ничего не читаю, ну, футбольных новостей. Поэтому не слежу за тем, что говорят в прессе. Но вы удивлены тем, что пока нет конкретного варианта? Нет такого, что... Ну, я понимаю, что такой футболисту тренируются без команды. Это все-таки тяжело. Даже если ты будешь бегать, что-то индивидуально делать, это все равно не то. Удивлен, наверное, нет. Я спокойно к этому отношусь. Так как зимой я тоже прошел через это. И зимой больше волновался, переживал. Сейчас все намного спокойнее. И я считаю, что вот эту часть сезона после Нового года я очень на хорошем уровне провел. Поэтому надеюсь, что скоро ситуация с клубом разрешится. И тут я тоже не хочу торопиться, так как в моем возрасте уже нужно думать, куда. И, конечно, хочется играть. Я чувствую, что, может быть, по паспорту я уже возрастной, но в душе. И физически я себя чувствую отлично. И думаю, что еще смогу несколько лет приносить пользу командам, где я буду играть. И очень, конечно, хочется быть здоровым. Приносить пользу сборной и быть в сборной России. Чего сами хотите вы от клуба? По сборной вы сформулировали. А чего хотите от клуба? Вы ждете предложения от клуба, который будет играть в Лиге чемпионов, в Еврокубках. Вы готовы пойти в клуб, условно, который будет бороться за Еврокубки? Да, хотелось бы попасть в клуб, который будет ставить перед собой задачи. Может быть, в этом году, в этом сезоне не будет играть в Еврокубках, но который будет стремиться попасть туда. Но самое главное, это, конечно, игровая практика. По вашей формулировке, вот по всему, вот этот ваш ответ, да, прямо Динамо вырисовывается. Собираются бороться, стабильное в последнее время финансирование. Ну, я думаю, что Динамо уже укомплектовано. Они приобрели двух, да, по-моему, игроков на позицию левого защитника. Поэтому, я думаю, с Динамо вопрос уже закрыт. Давайте конкретизируем. Спартак, Зенит, Локомотив. Что? Ну, вот если выбирать между Спартаком и Зенитом, вы бы что выбирали? В Спартаке вы играли, в Зените нет. И про Зенит, это была самая обсуждаемая тема, применительно к вам, зимнего трансферного окна. Это весь январь обсуждали. Ну, тяжело сравнивать. Это два наших топ-клуба. Зенит стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Спартак в Лиге Европы. Сравнить не могу. Спартаку и выбрать тоже тяжело, потому что я, например, не знаю, как относится ко мне Кононов, как относится ко мне Симак. Очень многое будет зависеть от желания главных тренеров видеть меня в команде. Поэтому, если будет желание, то тогда можно будет ответить на ваш вопрос. Я немножко не понял. Может быть, да. Возвращаясь к Спартаку, на секунду буквально, как давно были в Тарасовке? Когда последний раз? Ну, когда играл. То есть это 2000, условно, 9-й, 8-й, что-то такое? Нет, я в 2011-м. 11-й? В 2012-м вернулся. 2012-й лето. Ну, май, может быть, там, май начало. С тех пор не доводилось. А хотелось бы побывать, даже не в качестве игрока, а посмотреть, ну что там. Ну, меня сегодня, кстати, приглашали. Тянет? Это, наверное, проблематично. Неужели четверть финалистов Чемпионата мира откажут? Ну, я просил потренироваться с одной командой здесь, в Москве. Мне не разрешили. Из первой лиги. Что за команда? Зачем? Я не буду. Откройте имя для этих демонов. Нет? Нет, спасибо. Я берусь к твоему вопросу. Немножко непонятна ситуация для меня с Турцией. Вот у вас было 0,5, ну, полгода, плюс два года контракта. А почему решили уйти оттуда? Потому что все получалось, все было окей. Да, это, ну, специфическая страна. Да, не просто с семьей была, потому что, насколько я понимаю, семья была здесь, вы там, да? Но это для Турции это хорошая команда. Почему вы решили? Или это клуб решил, вы, совместное решение, как было? У меня была опция автоматического продления после полугода. Если я играю 10 матчей, минимум 10 матчей. Я сыграл 8 матчей. И после мы сели с руководством, у них там непростая ситуация, связанная с политикой. И они предложили мне условия. Я хотел договориться по игровому времени. Потому что на моей позиции, как вы знаете, играет Гайл Клиши. И вот мое мнение, он очень сильный футболист. И с ним очень тяжело конкурировать. Я его уважаю, и мне нравится, как он играет. Я понимал, что мне будет тяжело. И из-за этого, из-за того, что я играть не буду, я потеряю место в сборной России. И не смогу помочь ни в отборочных матчах. Естественно, я надеюсь, что все удачно сложится и на чемпионате Европы. Поэтому тут такой тяжелый вопрос. Понятно, что мне никто не будет гарантировать игровое время. Но я честно понимаю, что там будет тяжело. Федор, а я немножко не понимаю, а как договориться с руководством по игровому времени? Вы хотели забить в контракт, чтобы вы проводите минимум 15 матчей? Нет, я просто хотел, чтобы, если я не играю, чтобы меня продали, отпустили. Но руководство тоже не захотело идти на такие уступки. То есть по финансам вас устраивало? Да. Именно по финансовой стороне. Чисто вот с игровой точки зрения. Я правильно понял, что по сути это ваше решение? Вы хотите играть, и именно поэтому клуб был готов продлевать. Да. Хочу про чемпионат Турции спросить. Ну вот обычно нам говорят, что чемпионат России очень тяжелый. Много оборонительной борьбы. Каким вы увидели чемпионат Турции? Вот ваши впечатления уже не первые. Я помню, когда разговаривали в феврале, когда вы забили тот гол в первой же игре. А сейчас, когда вы уже полсезона там провели, вы можете делать выводы. Что это такое чемпионат Турции? Ну то, что говорили, это правда. Что чемпионат России, он более оборонительный. Больше тактики, в отличие от чемпионата Турции. Там нет команд, которые играют в обороне. Они все играют в атаку. И от этого футбол зрелищнее, быстрее, чем у нас. Ну вообще, все, что связано с футболом, мне очень понравилось. Это стадионы, везде хорошие новые стадионы. Болельщики. Наверное, кроме нашей команды, Башак Шихира, везде практически полные стадионы. У нас команда молодая, поэтому еще и Стамбул. Тяжело соперничать с топ-клубами стамбульскими. Организация, все. Но в плане, как я говорил, что тактика в России намного лучше. Тактически и тренерский штаб, и игроки лучше обучены. Там такого нет. Если ты проигрываешь, еще и дома, если проигрываешь, то атакует вся команда. Все защитники, ну естественно, нападающие, полузащитники. Один вратарь остается, и все. Для вас это было непривычно? Вы же, ну, когда человек проводит у Крубан-Бикича несколько сезонов, ну мы понимаем, что это такое. То есть это внимание обороны и дисциплина железная. А здесь, когда бегут вперед в атаку, у вас не срабатывал инстинкт, что нужно чуть-чуть прикрикнуть, что ребята, останьте здесь. Срабатывалось. Поначалу, да. Но потом я понял, что это бесполезно. И главный тренер тоже об этом не всегда говорил. Хотя Башек Шехир, он команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате Турции. И об этом тренер напоминает. Но я повторюсь, что как только команда начинает проигрывать, все тактические моменты, они забываются у игроков. Федор, не знаю, в курсе ли вы, ну, широкое очень это распространение получило в прошлом, по-моему, году. Мем такой был, когда Спартак играл с Анжи, и Ещенко один против пятерых остался, и ему пририсовали, вот помогите, да? У вас такие ситуации случались на поле в Турции? Вот когда вот так быстро выходил соперник в конкурсе? В конкурсе, да, случалось, и, ну, довольно часто, в каждом туре точно было у какой-то из команд. Это, ну, к этому нормально там относятся. А правильно я понимаю, что ваш клуб, как вы правильно сказали, молодой, да, он некое, ну, неподобие, его можно сравнить, ну, допустим, с нашим Чертаново. То есть это клуб с района, и болеют люди с района. Это так, действительно? Там как раз Башак Шахирин, это район в Стамбуле, и он новый, как и клуб, и пока очень мало болельщиков. Хотя, я думаю, не случайно в эту команду привлекают больших звезд, и для того, чтобы популяризация была клуба не только в Стамбуле, в Турции, но и в Европе. А сколько вмещает стадион? Вот вы говорите, не всегда до конца заполнялся. Сколько домашний стадион? Ну, нет, на домашний стадион даже наполовину не заполнялся. Только вот мы играли с Фенербахче, но в основном были болельщики. Болельщики Фенербахче? А ходило где-то 10-11, вот так примерно? Даже меньше? Меньше, да. Правильно ли я понимаю, и мы все в России понимаем, что клуб имеет некое отношение к политической элите Турции? Правильно. По-моему, премьер-министр. Да. Виделись, общались, заходил ли в раздевалку, ну, как-то поддерживал ли вот прям вербально футболист? Нет. Не было такого? Нет, такого нету. И вообще я знаю, что клуб принадлежит 8 акционерам. Да, акционерам, и мы только общались с одним. Он всегда был, остальные приезжали на игры, но никогда не заходили ни в раздевалку, никуда. Ну, то есть на трибунах вы премьера Турции видели? Премьера не было. Премьера не было? Нет. То есть только владельцы клуба, и все. А он, я так знаю, что он не владелец, но просто там по родственным... Патронирует. Да. Действительно ли в Турции сейчас все хорошо в плане финансирования у, соответственно, вашего бывшего клуба, у Фенербахче? Где-то рядом Голтасарай, а остальные испытывают проблемы. Даже Бешикташ тоже клуб с именем. Это действительно так? Я слышал, что топ-клубы испытывают сейчас проблемы. В нашем клубе все относительно нормально, но даже Голтасарай, который стал чемпионом, выиграл кубок, у них там задержки большие. Хотел бы вернуться к составу, известному своим характером, боевитым. Поэтому было удивительно слышать про клиши. Что в Гаэле такого, что... Почему вот считаете его прям... Это мировой игрок или... Ну, из тех... Что у него есть такого, что нет у вас? Из тех, с кем я играл, из левых защитников, это для меня топ. То есть, видно, что человек с большим опытом поиграл, становился чемпионом, поиграл в Англии. На мой взгляд, это самый сильный чемпионат. И... Что в нем такого? Наверное, уверенность в себе, в своих силах, то, что он делает на поле, мне очень импонирует. Я вот за 4 месяца, да, там, получается, полных я провел там. Я старался у него учиться. Он поддерживал как-то? Все поддерживали. То есть, все ребята дружные, и не было такого, что кто-то там что-то ходил, какой-то недовольный, или за спиной что-то говорил. Нет. Все доброжелательные. Он... Ну, понятно, что каждый человек своеобразный, и у каждого свои какие-то плюсы и минусы. Но как он относился к делу, как он относится к делу, мне очень понравилось. У нас есть Марио Фернандес, сборный. Он, правда, правый защитник. По уровню игрока Марио Фернандес выше Галли Калиши? Ну, они разноплановые, честно вам скажу. Стили игры совсем разные. Поэтому для меня тяжело. А по уровню вообще в нашей сборной такого... Я думаю, что Юра Жирков, наверное, примерно одного уровня с ним. Возвращаясь к чемпионату мира, вот Александр затронул эту тему, у меня такой вопрос возник. Вы схожи, ну, до определенной степени, по амплуа с Марио, хотя у вас стилистика несколько разная, да, игры. Вот я выскажу свое мнение. Мне показалось, что Марио Фернандес на турнире здесь, в России, в своем амплуа вообще был лучшим футболистом. Вот согласитесь, поспорите, назовете кого-то еще. Уж по крайней мере, своего бывшего соотечественника Фагнера, да, который играл за сборную Бразилии, справа, он убрал вообще в одну калитку, на мой взгляд. Вот что вы думаете? Я согласен с вами, что Марио очень сильный футболист, и он реально был лучшим на чемпионате мира на своей позиции. Я думаю, что все статистические выкладки, которые были, все это доказывают. А не удивились, что он не уехал после чемпионата мира на запад, ну, в какой-то топ-клуб, там, Интер или что-то вот подобное? Удивился. Я думал, что он сразу после чемпионата мира уедет, но, опять же, есть какие-то тонкости, нюансы, которых мы не знаем, которые знает Марио, его представители, и, наверное, представители других клубов, с которыми они разговаривали. Федор, вот интересно просто быть. Вы приходите в команду, тренер, как вы понимали установки тренера, как вы вот в этой языковой среде, как вы себя чувствовали? Команда интернациональная была, и был переводчик с турецкого на английский. То есть установка проходила на турецком, но был микрофон, ну, и через гарнитуру нам в наушники переводили все. Мне предлагали взять переводчика на русский, но я отказался, потому что английский, в принципе, я неплохо понимаю, и к тому же была возможность еще больше подтянуть, ну, чем я воспользовался. Поэтому, в принципе, нормально. Был Саша и Пуряну, который помогал, если надо было. Никаких проблем с этим не было. Можешь сказать, что вот именно наличие в команде и Пуряну так стало фактором, который склонил вас в пользу этой команды? Наверное, это тоже было один из моментов, потому что это мой первый выезд за границу в какую-то команду, и его помощь была огромной, на самом деле. Вот это первый выезд в профессиональном плане. Вы почувствовали, что это ваше? Вы можете себе представить, что вас сейчас позовет некий клуб в Европу, и вы всерьез будете рассматривать? Или для вас номер один Россия сейчас? Да, я могу себе представить, и сейчас мне в плане психологически и морально мне уже легче с этим смириться, это принять и поехать куда-то в другой чемпионат. Вы чувствуете, что вам, может быть, стоило рассматривать такие варианты, когда в возрасте 24-25 лет, потому что там можно было сделать хорошую карьеру? Возможно, да. Вообще, есть единственное сожаление не в плане футбола, а в плане того, что в школе не учил английский. Языковой барьер, это, конечно, проблема. хорошо вот то, что осталось, что когда ты едешь семьей куда-то за границу, ты все равно общаешься и немного собираешь помаленьку, по крупицам эти слова. А, наверное, в 24-25 это было серьезной преградой для меня. А были когда-нибудь варианты? не было. На тот момент нет. У вас в команде играл такой человек как Робиньо. Да. Для меня я вспоминаю, что он и какие вещи делал, но это было очень круто. Согласен. Вы играли в команде с футболистом более классным, чем Робиньо? Надо вспомнить. Подумать. Вы более технически оснащен, умеющим принимать решения в короткий промежуток времени. что-то такое. Наверное, нет. Был момент, когда он вас особенно поразил в Турции во время тренировок, во время игры? Он все время поражал тем, как он обращается с мячом, как он принимает решения, как он бьет. Потому что я удивлялся, как человек уже в таком возрасте. видно, что у него скорость уже не та, но все равно против него тяжело было играть. Вы правильно сказали, я не встречал такого технически оснащенного футболиста. Но против него на двусторонках он мог что-то вытворить такое? Нет, это он с детьми со своими приходил и вытворял. У него дети техничные многих наших футболистов. Ну и техничные меняют 100%. А на поле что-то во время матча вы чувствовали, что это космос? Нет, он ничего не делал, потому что ну как вам сказать он работал во благо команды и не было таких прям матчей, где можно было полотерские финты и так далее. Нет, такого не было. Ну бразильцы же очень любят такие вещи, вот памятин клип с Роналдинию, когда он жонглирует мячом и постоянно бьет в перекладину. Да? Рабиния что-то такое показывал? Нет. У него горы. У него дети после игры в раздевалку заходили и начинали жонглировать майками, трусами. Мы просто в порядке были. А сколько лет детишкам плюс-минус? Старшему я думаю, что где-то около десяти, младше пять-шесть где-то так. Вот старший у него вообще очень техничный парень. То есть растет новая звезда, да? Скорее всего. Известно, что когда иностранцы приезжают в Россию, мы понимаем, какие слова они первые изучают. изучили ли иностранцы, турки некий русский диалект, который мы все понимаем? Да, не от меня. Они уже знали. Кто знал? Я откуда? Вратарь Мерт. Откуда? Наверное, от Саши Япуряна, я думаю. Кто еще? Еще Эрдем, Аль-Парсланд, который играл в Германии, там с ним еще серп, и они с Костей Раушем знакомы. Это от них все. От меня нет, не услышали. То есть когда что-то происходило, они использовали именно этот язык? Ну в шутку нет, они так вне поля. Турция, которую вы посещали будучи в отпуске на сборах, и Турция, когда вы там уже играли долгое время и будучи профессионалом футболистом, они отличаются? Ну конечно. Чем? можете сказать? Ну одно, ты приезжаешь отдохнуть куда-то в отель, ты не погружаешься в жизнь, в быт турецкий. А когда ты играешь, тебе волей-неволей приходится погрузиться и чему-то учиться, какие-то нюансы использовать, учить какие-то слова, язык. Ну то есть это стандартно, это то же самое, как и к нам в Россию приезжают иностранцы и пытаются приобщиться к культуре, к русской. Момент в Турции, к которому вы не привыкли за все это время? Муэдзин? Нет, к этому привыкаешь вообще сразу. Наверное, ничего такого нет. А вообще вот в принципе как вы оцениваете, вы смогли бы оставаться ну не на всю жизнь, а на какой-то более протяженный срок, ну допустим на 3-5 лет в Стамбуле, вот как впечатление именно от города, от его менталитета именно стамбульского, я так понимаю, что Стамбул это не совсем Турция, как и любой крупный город, нечто особенное, как вам там в бытовом плане, в плане культуры, как вам этот город, то есть могли бы там оставаться дольше, чем 4 месяца. Да, конечно, и я планировал уже, и для семьи тоже все есть, и русские школы, и русские детские сады, поэтому никаких проблем в этом плане, город отличный, красивый, и да, он я не сказал бы, что это мусульманский город, он европейский, поэтому с адаптацией вообще и с жизнью никаких проблем я думаю, что не возникло бы, если бы я остался на долгое время, но я думаю, что все еще возможно, поэтому посмотрим, как все сложится. А что вот в культурном плане наибольшее впечатление произвело из Стамбула, вот что останется в памяти на всю жизнь? Завтраки. Завтраки? Да. Причем завтраки? Ну, мне очень понравилось, нравится, как у них все это выглядит, и когда вот этот большой, вот на двоих вот завтрак на этом столе, сыры, мед, мне очень понравились, каймак, это сливки турецкие, вот, то есть это даже на базе, на завтраке у команды то же самое. И я к этому приобщился, конечно, не каждый день, потому что если каждый день, то можно прилично набрать, но очень вкусно, я супругу тоже, ей тоже очень понравилось, и мы на отдыхе сейчас тоже делали, и турецкие официанты удивлялись, особенно если еще им пару слов скажешь на турецком, то все, они с тобой говорят на турецком, я говорю, не, 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 не говорю. Я к футболу вновь вернусь, у вас был серьезный отрыв от второго места, как получилось так, что вы его растеряли, потому что шанс взять титул, шанс стать чемпионом, он был не просто велик, он был колоссален, что произошло? Если бы я знал, что произошло, вот знаете, как машина, вот работает машина, и наша команда как машина, но после первого тайма с Бешикташем, когда вели 1-0, то машину выключили, и она так и не завелась до конца чемпионата. Вот что произошло, вообще, вот, ну, не знаю, мы с Сашей и Пурян долго обсуждали этот вопрос, и к чему-то определенному не пришли, тут, наверное, общие, общие какие-то мелкие ошибки, не только команды, но и тренерского штаба. Я думаю, что единственное, кто сделал все, это руководство клуба, президент клуба. Вот он все правильно делал. Остальные допустили ошибки. Мы в том числе. Но это такое... Я знаю, что вы... Это всеобъемлющее и не конкретное объяснение. Да, но я вам не смогу объяснить это. Вот честно, ну вот просто перестала идти игра. Просто не получалось. В каких-то матчах были моменты, и просто не залетало. Вот. Все. А там Галатасарай, который с помощью прессы каких-то судейских решений нагнетал, и, может быть, и это тоже способствовало. То есть, тут много факторов. Что-то одно я вам не скажу, и конкретного тоже не скажу. Если бы я знал, если бы мы знали, то, наверное, мы бы нашли бы ключи, и все-таки там смогли удержать какое-то преимущество и стать чемпионом. Вы сказали о том, что пресса душила и судьи, что Галатасарай в Курции настолько влиятельен. Да. В чем это проявлялось? То есть, вы чувствовали, что написали, что у вас плохая команда, что вам подслуживают. В чем именно? Ну, у них тренер Фатих Терим. Кстати, стадион в Башак-Шахира носит имя Фатиха Терима. Очень много через прессу как раз то, что вы сказали, говорил, что суди, что нельзя в какое-то в другое время нужно матчи проводить, что Башак-Шахиру помогают, все вот это, что как раз подоплека политическая, на самом деле, о которой только говорят. Ну, ничего такого со стороны руководства страны не было, никакой помощи. Вот. он очень влиятельный человек. И также он ведет себя на поле, постоянно апеллирует судьям. Я просто это видел, когда мы играли с Балатасарая. И не очень красиво это смотрелось со стороны, когда главный тренер так себя ведет. и ему никто не решается возражать. Нет. То есть, что он настолько император, бог, что ли, турецкого футбола. Да. Ну, тогда понятно, почему Галатасарайдов. Вопрос. Как в раздевалке после каждого матча, начиная с бешетажа, в раздевалке после матча вы понимали, что вы теряете это преимущество. Вот реакция игроков, заканчивается матч, отрыв уменьшается. Раздражение, злоба. Драка как у вас было в спортаке во время от перерыва матча в Грозном? Что-то такое? Да, была такая похожая ситуация. Да, я не помню, тура, наверное, за 4 до конца было. Ну, на повышенных тонах поговорили двое, вот, но не помогло в спортаку тогда помогло, я помню. 4 забили. Да, после 2-0, после первого тайма, да, 4 забили. Но там, нет, не произошло. Конечно, все переживали, и тренер пытался найти правильные слова, даже после поражения от Бешикташа, в принципе, ничего критичного не случилось, потому что дальше следовали игры, в которых должны были набирать очки, а в итоге домашние игры проиграли, и после них уже, наверное, все стали нервничать. Но тренер пытался и с этой стороны, и с другой стороны подходить к нам, разговаривать, общаться, но как в итоге ничего не получилось. Если бы все-таки удержали бы, ну не удержали, а взяли бы титул, удержали преимущество, взяли бы титул, это могло как-то повлиять на ваше решение, или вы все равно отталкивались только от момента своей игровой практики, или там перспектива выступления в Лиге Чемпионов могла бы что-то изменить в вашем сознании и в вашем решении? Тяжело ответить, так как мы не стали чемпионами, и сейчас об этом рассуждать, я думаю, не стоит. Так, пофантазировать только и все. Был же матч по сути золотой из Галатасарана. Перед такими играми, ну у нас во всяком случае, а я думаю, что в Турции в двойном размере вот это нагнетание идет, двойные, тройные, премиальные, чей судья, и в Турции это что-то особенное? Вы чувствовали, что начинаете сходить с ума? перед этой игрой. Но было тяжело, честно, перед игрой. Во время игры еще тяжелее. Перед игрой тяжесть в чем? Что пришли фанаты Галатасарана? Про фанатов я вам сейчас расскажу. Перед игрой просто важность игры. Да, понятно, что там какие-то бонусы, все это президент обещал, но понятно, что нужно было выиграть для того, чтобы о чем-то думать. Мы приехали на стадион и когда я вышел на разминку, я просто в жизни не играл при такой поддержке. То есть 50 тысяч человек и все фанаты. То есть у нас мы привыкли в спартак вираж за воротами. В основном все там сидят, остальные спокойно, мы смотрим футбол, наслаждаемся. А там просто 50 тысяч человек все орут и свистят пока ты с мячом. И такое давление вот я вам словами не передам. Это было очень тяжело и на мой взгляд эту игру выиграли именно фанаты. Потому что если бы например мы играли у себя, то такого не было. И у нас лидеры команды, которые уже долго в клубе, видно было, что они даже не то, что сломались, но им было очень тяжело под таким давлением играть. Я думаю, что это победа фанатов. Вообще в Турции среди в фанатской среде среди болельщиков принята практика отправляться на выездные матчи. вот если у нас в РПЛ есть квота 10% для болельщиков гостевой команды, есть ли там какая-то квота для болельщиков, которые едут на выездные? Да. Какая именно квота я не знаю. Да, болельщики ездят и когда мы играли домашние матчи, очень много приходило фанатов из других команд. То есть нормальная атмосфера на стадионе из-за как раз фанатов другой команды. А случалось такое, что на домашнем матче болельщиков соперника, которые вроде как в гостях, было больше, чем ваше? Ну вот я и говорю, что они делали атмосферу на нашем стадионе. я с трудом понимаю, как клиши Адабайо и Рубиньо могут сломаться даже 50 тысяч. То есть у них за плечами карьера сумасшедшая. Что такого может испугать? Вам показывали ножи и кидали монеты. Что может сломать таких людей? Что они пришли и сказали нам страшно или что? Ну нет, никто не говорил. Ну просто давление, когда на тебя с трибун. Как вот это объяснить? Я не знаю. Честно. помните что-то, вы начали говорить? У меня голова болела. Всю игру у меня голова болела. Я после игры на следующий день только слышать стал. Серьезно вам говорю. Ну как? Ну да, нагнетают. А помните, вы что-то начали рассказывать? Помните? Я вас перевел. Стадион Бешикташа. Мы тоже там играли. Ну понятно, что там не чемпионская игра была, но все равно там тоже полный стадион. Он же как считается самый шумный в Европе. Но то, что было в Бешикташе, ничто по сравнению с тем, что было в Галатасарае на этой чемпионской игре. Так вот, год назад или два года назад Лейпциг играл с Бешикташем. Помните? Тиму Вернер. Он же тоже и за сборную поиграл. И тогда он на Кубке Конфедерации выиграл Кубок Конфедерации. На 35-й минуте он заменился от шума. Ну человек тоже с опытом, да, он молодой, но он уже сколько поиграл. И в Германии там в Дортмунде поиграл. Но он не смог. Он попросил замену, потому что он говорит, я не могу, мне тяжело. Так вот, здесь еще хуже было. 100%. Вы перерывы поняли, что все сломлено? Нет. Такого не было. Мы же вели 1-0 после первого тайма. И в принципе мы неплохо играли. Все понимали, что основными будет 15-20 минут начало второго тайма. Если мы в эти 15-20 минут сможем не пропустить, то потом будет легче. Но мы вышли и нам после стандарта забили сразу. Причем красивый гол забил Фигули. Тяжело какие-то претензии кому-то предъявлять. В какой-то момент отрицательной серии в концовке чемпионата вы чувствовали, что фанаты ваши близки к тому, чтобы вас побить? Нет. Я не чувствовал. Они так как их немного. Такого давления нет. Вообще на клуб нет давления. Как взять тот же Фенербахчик, который провалил сезон и футболистов критиковали болельщики и все. Такого не было ощущения у нас. Чуть-чуть вернувшись к этой шумовой поддержке, к этому жуткому давлению, я правильно понимаю, что в Турции не работает теория Василия Березуцкого, который один раз сказал, что лишь бы полный стадион, пускай он против нас, пусть орут, это наоборот. В любом случае это хорошо, чем играть при пустых трибунах, и ты не слышишь, когда ты погружен в матч, за тебя, против тебя, тебе все равно. То есть в Турции это не работает? Я тоже так рассуждал. Честно. Пока в Турции не оказалось. Пока вот, да, мы Саше и Пуряну перед игрой говорили, я говорю, блин, круто будет, вообще стадион полный. Он мне говорит, подожди, ну, там очень тяжело. Я, ну, я думаю, ну, ну, что тяжело? Вроде тоже, правильно говорили, поиграл уже и все. Но то, что случилось на поле, это реально. Ну, я не до конца был к этому готов. Вообще. То есть почувствуешь, что в какой-то момент просто колени подгибаются, что ли, или как? Или вы не могли докричаться там, ну, обычно, докричаться, выравнивай, да? Нет, тут в двух метрах не слышно было, что, ну, человеку говоришь, он просто тебя не слышит. Ну, только вот так вот на ухо подходишь и говоришь. только так. Все. Вы поняли, может быть, возвращаясь к анализу сезона, что одна из проблем, то, что у вас просто молодая команда. Вот клуб молодой, что нет такого, что нам нужно изо всех сил там стать чемпионами, да? может быть, вот-вот... Менталитет еще не выработался, как бы. Что нужно чуть-чуть больше времени пройти, чтобы прошло. Опытная команда была, и люди очень много, ну, что выиграли, большинство. Поэтому, нет, я думаю, что команда готова была, но вот что-то в плане психологии, что-то сделали неправильно. Опять же, что тяжело сказать. в быту, мне интересно, в быту команды, скажем, вот в России то, к чему футболисты уже привыкли, но все равно, когда они начинают играть где-то в Европе, мне это кажется дикостью, вот эти постоянные взвешивания, да? Вот что-то у вас в этом плане... Нету? Там, да, там все... Больше свободы у тебя. Здесь, ну, вот, например, у меня есть там индивидуальный тренер, который присылает тренировки, до тренировки, что я должен делать, там, после тренировки заниматься. В России бывали проблемы с этим, то есть, ну, не разрешали в какие-то дни заниматься. Там вообще тебе слова не скажут. Вот, ну, у меня там было, я каждый день занимался, и там, наверное, только это поощряли. Также никто тебя не заставляет дополнительно работать на поле. Ну, там, ты хочешь физику подтянуть? Физически. Что, чувствуешь, тебе не хватает. Ты идешь просто, там, тренер по физподготовке, практически после каждой тренировки с молодежью работают над физикой, координацией, спокойно подходишь, говоришь, я тоже хочу. И пошел. Все. Вот, это удивило. Потому что у нас все более дозировано, и иногда говорят, что там лучше не делать. но каждый футболист, он чувствует себя, ну, каждый индивидуален из нас. Кто-то должен там перед игрой пойти поприседать со штангой, а кому-то вообще это не нужно. Поэтому там к этому более лояльно относятся. вот про лигу турецкую хочу спросить. В целом, на ваш взгляд, звезд больше там или у нас? Там, сто процентов. Ну, то есть, это звезды, ну, как вот, мы понимаем, что Робиния это топ, но пик в прошлом, да? Добайор топ, но пик в прошлом. То есть, вот в этом смысле вы имеете виды? По именам, да. Ну, и, не знаю, вот в плане индивидуальных действий там тоже очень много ярких футболистов. Я думаю, что это связано с тем, что чемпионат и футбол более открытый, поэтому там люди ну, как больше и лучше раскрываются, раскрывают свои индивидуальные какие-то качества. У нас все равно футбол более я не буду говорить прямолинейным, но он больше заточен под тактику и очень важно выполнять тренерскую установку. А с чем это связывает с тем, что такое заточенность на атаку? Там? Да, с тем, что просто если будет как у нас, люди не придут? Я думаю, что, ну, я думаю, да. Там менталитет у людей совсем другой. Я говорю, что главный тренер ничего вам не скажет, если ты побежал в атаку и там второй защитник побежал и третий побежал, ничего не скажет. как быстро мы к этому адаптировались? Или не адаптировались? Я не адаптировался, нет, я все равно считаю, что, ну, это не то, что неправильно, но не всегда, далеко не всегда приносит результат, что нужно более дисциплинированно играть. но то, что вы рассказываете, это немножко похоже на, сори за такое слово, дворовый футбол. Вот мы несемся в атаку, мы хотим забивать голы, мы побежали. А вы тут, кто остался, кто не добежал, ну, и вратарь же не побежит, ну, и вы разбираетесь сами. Ну, дворовый футбол, наверное, это сильно сказано, но какие-то элементы этого есть. Вот то, что вы наблюдали, самый сильный игрок чемпионата Турции для вас? Самый сильный? Федор Кудришо? Нет. Мне очень понравился в Бешикташе Атиба Хатчинсон, капитан команды опорной полузащитой. Очень понравился. Вот на мой взгляд. он. Хотя там очень много футболистов ярких и интересных. Я даже вот так смотрел, думал, вот в Краснодар было бы сильно, смотрелся бы там футболист. Потому что игра Краснодара, она похожа на топ-команд есть в Турции, и Краснодар бы там точно не затерялся. в России немножко не все время, но большую часть играли в футбол в такой типичный российский, дисциплинированный, тактический. Вам понравилось то, во что играют в Турции? Вы бы хотели так, чтобы играли в России? Опять же, чтобы была золотая середина. не бежать сломя голову вперед, но играть более открыто это реально интересно, и я думаю, что болельщиков было бы больше у нас на трибунах. Что, на ваш взгляд, мешает тому, чтобы в России вот так играли? С чем это связано? Потому что сейчас все клубы тоже больше обращают внимание на посещаемость. Ну, результат. Что все заточены на результат и всегда же лучше хотя бы одну очко, чем ноль. Поэтому может быть из-за этого. Может быть опять же какой-то менталитет наш и особенности нашего футбола. Везде же футбол разный. взять например ту же Испанию. Там вообще у них мяч не отберешь. Они все время с мячом. То есть это тоже их специфика. У них все команды такие. У нас все заточены на тактику. В Турции на атаку. То есть наверное такого как в Турции у нас точно никогда не будет. Я уверен. Возникает вопрос исходя из того что вы рассказывали. А в Турции вообще в командах есть теория. Садятся теоретические занятия. Есть разборы. Обязательно недолгие но показывают. В нашей команде разборы были в основном заточены на позитивные моменты. То есть один-два момента показывали негативные и все остальное только позитив что было хорошо. Но отдельно ты если хочешь отдельно для тебя делают нарезку и ты садишься с помощником главного тренера или к тренеру по защитникам в моем случае и разбираешь моменты. То есть больше в индивидуальном порядке. Что такое Адебайор? Как бы вы охарактеризовали про Робини и рассказали Адебайор? Адебайор? Человек который создавал настроение. все время на позитиве все время вообще я не видел ни одного дня когда он был бы серьезный или грустный и также на тренировках то есть но он классный честно да я думаю они бы спелись вообще если бы играли в одной команде а а джюб действительно такой как мы все видим на экране и вживую он такой на тренировках то есть он всегда может подколоть пошутить но при этом относится к делу серьезно да 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 ну когда игра понятно что он серьезный но вот что до игры кому-то нужно сидеть готовиться быть серьезным там думать об игре это человек который если не пошутит то у него игра может не пойти в игре он может как-то градус снизить своей шуткой видит что игроки волнуются заряжены как-то не так подходят и нет он не шутит нет в играх в игре нет он может наоборот какой-то какие-то слова поддержки сказать но никогда шуток не было а а а а а